Размер налоговых вычетов ежегодно устанавливается в особенной части налогового кодекса, то есть каждый год суммы индексируются и увеличиваются. 2018-й не исключение. Что такое стандартный вычет? Если коротко, это льгота от государства. Кстати, самая распространенная. Теперь об изменениях. С 1 января 2018 года стандартные налоговые вычеты установлены в следующих размерах. 102 рубля в месяц, при условии, что доход в месяц не превышает 620 рублей. 30 рублей на ребенка до 18 лет или каждого иждивенца. 57 рублей в месяц для родителей, имеющих двоих и более детей в возрасте до 18 лет, для родителей, имеющих детей инвалидов в возрасте до 18 лет, а также для одиноких родителей, вдов, вдовцов, опекунов и попечителей. 144 рубля в месяц для льготных категорий физических лиц, которые перечислены в статье 164 налогового кодекса в пункте 1.3. Платить меньше – это, несомненно, положительный момент. Но важно знать, в каком случае можно использовать льготы по подоходному налогу. Ответ прост. Работнику следует предъявить все документы, доказывающие право гражданина, претендовать на вычеты. Перечень таких документов закреплен в статье 164 налогового кодекса. Стандартные вычеты применяются по месту основной работы. Если вычеты оказываются больше дохода, то ставка налогообложения считается равной нулю, а сумма, на которую вычет больше заработка, не переносится на следующий месяц. Обращаем внимание, что стандартный налоговый вычет можно получить по основному месту работы и в случае работы по договорам гражданско-правового характера. Для этого физическим лицам необходимо написать заявление о предоставлении такого вычета и предоставить бухгалтерию трудовую книжку. Есть сомнения, некая неуверенность, вопросы? Консультация специалистов отдела информационно-разъяснительной работы инспекции по налогам и сборам по Московскому району города Бреста вам в помощь. Консультацию можно получить по адресу Московская, 273, 18-й кабинет или по номерам телефона 41-22-59-42-16-08. Продолжение следует... Продолжение следует...